Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Подскажите, пожалуйста, как можно помочь себе в данный момент? Усталость, работаю в офисе, работаю наполовину физическую, наполовину за компьютером. Атмосфера иногда стрессовая. Возможности отдохнуть в ближайшие пару недель не будет. Стал ловить себя в последние несколько дней на вырывающейся волне агрессии. Хочется задеть, столкнуть кого-нибудь, кто проходит мимо. Хочется грубо ответить тем, кто огрызается, особенно в сервисе. За последние дни нахамили в салоне красоты, на работе и на улице. При этом не испытываю эмоции. Скажу, что, не дай бог, кто-то умер, ничего не желахнется внутри. Не пойму, что это пугает состояние, внутреннее агрессия, но без эмоций. Не испытываю чувства, как можно помочь себе уже сейчас. Спасибо. Ну, во-первых, я думаю, что сам стресс вам необходимо опредметить. Да? То есть, ну, как бы, конкретизировать всего несколько. То есть, вот. Стресс – это же не просто стресс. Это что-то такое прям конкретное, да? Что-то конкретное вас, ну, напрягает. Что-то конкретное вас, ну, вводит, вводит вот в состояние стресса. Вот. И, соответственно, нужен примет. И дальше нужна естественная реакция на это. Вот. То есть, естественная в пределах нормы, конечно, в пределах, ну, в определенных, в адекватных пределах, нужна реакция на этот стресс. Потому что это вызов, это опасность. И в современной ситуации, в общем и целом, стресс – это нормально. В этом нет ничего негативного. Но необходимо, на мой взгляд, по крайней мере, учиться на это реагировать. Вы же выбрали для себя, как будто, вот, такую модель поведения, что я буду, вот, просто терпеть. Вот. Я буду просто себе вот это вот подавлять и, как бы, всё, вот. А это, на мой взгляд, вот так не работает. Вот. С этим не работает так, что вы, вот, подавляете это и всё, и, как бы, все проблемы у вас решаются. Нет, это так не работает, я повторюсь ещё. Вот. То есть, нужно вам искать возможности, искать пути для того, чтобы выражать какую-то ответную реакцию на вот то, что происходит. В рамках, естественно, в рамках дозволенного, естественно, в рамках, ну, в рамках нормы, в рамках приличия. Вот. Поэтому я бы сказал, что, как бы, сами себе вы можете помочь только, ну, перенаправлением. Своей энергии куда-то, в другое русло. Да? То есть, сублимации вы можете себе вот помочь. Для решения проблемы нужно, во-первых, обратиться к врачу, чтобы исключить физиологию, ну, исключить физиологические причины. Вашего состояния. Вот. И обратиться, собственно, к психологу для работы, вот, как раз с тем, что вас, собственно, беспокоит. Вот. Обратиться к психологу для того, чтобы, вот, как раз поисследовать, что именно, вот, что именно и что конкретно вас, там, ну, грубо говоря, ну, вот, вводит вот в это состояние. Да, в состояние, в состояние, условно говоря, когда вы чувствуете, там, ну, чувствуете стресс, да, и чувствуете, что вам тяжело и так далее. Ну, чтобы вы, вот, нашли, ну, нашли для себя вот этот самый предмет. Ну вот, что такое ведь агрессия? Агрессия это, как правило, реакция на опасность. То есть агрессия это естественная, это абсолютно естественная, нормальная реакция, ну как бы, на опасность для человека. Вы понимаете, как бы, ну понимаете, о чём идёт речь. И это важно учитывать, с этим важно работать и так далее. Ну вот. Что касается отсутствия чувств, то они вас, что называется, скорее подавлены. То есть то, что вот вы ничего не чувствуете, это вот скорее своего правого подавления. То есть если вы запрещаете себе что-либо чувствовать, да, если вы считаете, что чувства могут вас дискредитировать, то, соответственно, вы будете их подавлять. Это, ну, нормально. Вот. Вот вам и кажется, как бы, что, ну, что вы ничего не чувствуете, ну, что вам на всё, там, условно говоря, плевать, да, что вам там всё равно и так далее и так далее. Вот. На самом деле, чувства, они где-то, где-то вот, как бы, ну, глубоко внутри вас, скорее всего, находятся, вот. Просто вы не даёте им, так скажем, выхода. Вот. Потому что агрессия в самом себе, в самом себе это ведь тоже чувства, ну, вот. Ну, в определённой, как бы, степени. Ну, вот это тоже чувства, агрессия там. Ощущение агрессии, это чувства. Ну, вот. Поэтому я бы не сказал, что вы вот прям ничего не чувствуете. Ну, вот что-то вы чувствуете в практике запрещается как себя это делать. Вот. И нужно просто позволить вам, ну, раскрыть их. Вот. То есть я, я бы поработал бы именно вот с вашими, как чувством. Вот. С эмоциональным интеллектом, может быть, и так далее. Вот. Такая история. Вы можете попробовать что? Вы можете попробовать попрыгать в воде. Вот. Вы можете покричать. Вы можете какую-то физическую вот активность, повоспроизводить. Вот. Ну, в основном, вот, попрыгать в воде, покричать. Это вот самое максимальное. Это то, что вы можете сделать для себя. Вот. Ну, в остальном, это просто больше история про, ну, про вспомогательные такие вещи. Вот. А решить проблему можно только с психологом. Вот. Отдых хорошо, но проблему не решают. Вот. Вполне возможно, что у вас тип нервной системы такой, что данная работа вам не подходит, поэтому тут нужно в комплексе в целом рассмотреть. Да? Вот. Ну, например, какой образ жизни ведёте, с кем общаетесь, как бы, каков ваш рацион, как спите, сколько спите и так далее. То есть все эти вещи важны. Понимаете? Вот. Я как-то больше за такой подход. А вы? На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо.